привет всем друзья в этот раз мне хотелось бы слегка поделиться своей ностальгией по старой доброй музыке я имею ввиду джазовую музыку но давайте вначале посмотрим короткий фрагмент моего видео чтобы понять о чём пойдет дальше речь все дело в том что моя страсть к музыке к ее познанию совпало именно с этим жанром это было в самом начале шестидесятых годов если быть более точным то надо сказать что мои родители очень так знаете настойчиво настояли на том чтобы я обязательно учился в музыкальной школе и определили меня по классу скрипки если признаться честно ох как мне это трудно доставалось я еще в подростковом возрасте ну не совсем понимал зачем все это надо учить какие-то гаммы арпеджио да и инструмент этот скрипка был сложным в техническом отношении то ли дело гитара там понимаете ли лады зажал струны и вуаля вы получили точный звук только гитару надо конечно уметь хорошо настроить а это до сих пор остается проблемой для очень многих музыкантов особенно для тех у кого ну не совсем хорошо со слухом а со скрипкой все совершенно не так просто для того чтобы на ней играть чисто да еще извлекать красивый звук необходимы как минимум две вещи это хороший музыкальный слух я уже не говорю об абсолютном слухе и плюс к этому еще должна быть хорошая техника владения инструментом на ушах вдохновение я просто молчу без него вообще нигде и никак вот и получилось так что когда я ну когда мне было лет двенадцать я страстно увлекался техникой особенно авиации делал и запускал модели самолетов и какая там скрипка о чем вы говорите поэтому осилил я всего два класса музыкальной школы а вот когда мне уже было лет шестнадцать то я стал ловить на радио приемники американскую радиостанцию голос америки и потихоньку стал приобщаться джазовой музыки все подбирал на слух начал ходить в клуб и общаться с более старшими товарищами по возрасту с музыкантами чему-то учился у них и пошло и поехало но уж как только удалось взять в руки саксофон пиши пропало я начал играть на разных ну как сейчас говорят корпоративах свои 16 лет я уже зарабатывал как музыкант но совершенно я не думал о деньгах понимаете мне они нужны были только для оплаты такси если я не успевал куда-то то это вот для этого то все это и нужно было часто было так что я был приглашен в два ансамбля сразу дни мероприятий совпадали приходилось ребят уговаривать ну то есть давайте я с вами начну но мне надо еще в другом месте поиграть с другими с другими ребятами тогда мы говорили с другими чуваками но знаете почему это тогда считалось нормальным и никто на это не обижался а все очень просто дело в том что джазовая музыка это особый жанр и основа его главная основа это джеймс сэшн то есть другими словами это игра с разными музыкантами джазовый музыкант это музыкант особенный он знает много музыкальных тем ну так же как и в классике поэтому собравшись вместе обсуждается только одно что мы ребята сыграем и в какой тональности ну вот я вам сейчас и предоставил такой небольшой экскурс на тему джазовой музыки ну а теперь что касается видео которое вы сейчас просмотрите значит это было 22 июня в позапрошлом году дату я хорошо запомнил но так как 22 июня 41 года это было начало войны с германией но и долго не буду объяснять почему и как просто мне предоставилась возможность выступить в клубе радио сити это недалеко от метро маяковская гостиница пекин выступить вместе с ребятами которых я хорошо знал разумеется мы конечно перед этим не репетировали и все это то что вы сейчас увидите это чистым виде экспромт скажу более я не играл такую музыку но по меньшей мере лет 30 если ну если не 40 то есть свои 16 18 лет я то хорошо помню я играл более виртуозно но что-то все равно получилось неплохо отдельное спасибо музыкантам их коллектив называется джазовое трио под управлением игоря молчанова в любом трио всегда есть лидер в джазовом трио это обычно пианист но здесь мне показалось что лидер у них это ударник барабанщик алексей гагарин очень зажигательно заводил со страшной силой басист мне тоже очень понравился григорий мальян на играет он на электро контрабасе ни в коем случае не на бас-гитаре потому что это уже не джаз лучше конечно просто акустический контрабас в этом случае но игорь молчанов мой давний знакомый еще по техникуму в котором мы учились вместе это было еще в 60-е годы ну и разумеется перед просмотром моего видео я бы хотел заранее с вами попрощаться как всегда напоминаю следующая наша встреча в пятницу всегда рад вашим подпискам в комментариях пожалуйста не стесняйтесь приглашать меня к себе и я всегда буду взаимным с вами и так увидимся и услышимся в пятницу ну либо в среду еженедельно всем вам отличного настроения и я надеюсь что это видео вам еще его добавят и так смотрим блюз си джем блюз называется клуб радио сити гостиница пекин москва 22 июня 2017 года пожалуйста а а КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА